Приветище! Это Гэдронир и наши фермерско-рудокопско-рыболовные дела. Как ты можешь заметить, у меня здесь родниковый полив преобразился в навесной. Дело в том, что в родниковом поливе оказался изъян. Когда ростки помидоров достигали высоких размеров, они затыкали дырку полива. А, соответственно, полив закупорился и не работал. Так что за эту разработку премию мне не дадут. Потом я решил сделать бассейн с поливом, чтобы вода текла по земле, как мне предлагал ранее подписчик. Но в конечном итоге мы получаем ту же проблему, что и с родниковым поливом. Ростки высаживаются рядом с трубой, и когда они прорастают, они трубу закупорят. А вот когда я закапывал бассейн, я выяснил, что мой каток может не только укатывать поверхность вровень, но еще и под углом. И я чуть было не угробил свой дом, не проделав под ним подкоп. И чтобы все это безобразие исправить, мне на помощь пришли корабли. Поскольку каток обратно все это выровнять не смог. Ну а на сегодня мы имеем вот такую вот систему полива. Она немножко странная, но эффективная. Все растет, все поливает. И своего рода у меня теперь здесь есть даже душ. Моя ферма меня изрядно подвымотала, и я предлагаю сегодня заняться кое-чем другим. Мы отправимся на глубину. Но прежде чем мы отправимся на глубину, я хочу доделать здесь мост. Это была глупая ошибка, на самом деле, ехать сюда на квадроцикле. Ну что ж, на чем приехал, на то он приехал. Покупаем фундамент. Так, кстати, кстати, точно. У меня аж там камни драгоценные застревают на моем конвейере. И чтобы этого избежать, я думаю, купить вот такие вот маленькие модули конвейеров. Может мне это как-то поможет. Сперва, правда, надо купить вот эти бетонные блоки. Сколько мне их купить? Наверное, три штуки. Вот, за 60. Как это дешево. Берем. И на квадроцикл теперь это все надо как-то уместить. Конечно, проще было бы с палетой, мне кажется. Так что давайте мы еще поддон прикупим у вас, сударыня. Че, 450? Идите вы в пекло! Тут вон какие блоки, и за 60 вы мне три штуки продали. А палет 450, какие-то сколоченные доски. Как-нибудь сам управлюсь, наверное. Не знаю. Когда дед подкачаться решил. На массе, на мышцах. Не, ну дед, конечно, у меня мощный вообще. Ничего не скажешь. Все, последний блок. Что это за лестница такая? Последний блок у меня есть. Давит на башку чуть-чуть, но ничего. Обломись. Вот это, конечно, да. Поехал я за трактором. Еще я, конечно, бы прикупил вот этот логический компрессор для драгоценных камней, чтобы все камни прессовались в один. Во! О, отлично. Все, мост готов. Ну, по-моему, норм. Все четенько. Вот здесь можно немножечко земли подкопать, и будет гуд. И, конечно же, нашу автоплавильню. В плавильню. Хотел воткнуть ее сюда. Интересно, влезет она сюда или нет? Сейчас проверим. Мне кажется, что она бы влезла, если бы чуть... О, она влезает. Ништяк! Так, значит, получается, что вот эта штука заменяет мне вот эти две штуки. Можно это выкинуть или куда-нибудь убрать на дальней полке. Выкидываем сюда золото. Оно все плавится. И нифига не выливается. То есть это не автоплавильня выходит. Я думал, она сама, когда расплавит, вылит сюда форму. Но слишком много, видимо, я от нее хочу. Лучно ручками все это делать. Да. Ручками наклоняешь, и тогда выливается вот этот вот прекрасный золотой слиток. Ну хорошо, а что вы скажете насчет вот этого модуля? Он туда влезет или нет? Можно ли его впихнуть тут как-нибудь? О, в принципе, он сюда впихивается. Камушек мне дайте какой-нибудь драгоценный. Надо проверить. По-моему, должно работать как надо. Катится, катится, катится. Он поднимает. Все, наконец-то. Они не будут больше вот тут вот застревать у меня. Четенько. Слушай, я, кстати, это, что-то как-то погорячился насчет вот этого. Вот эта чашка мне точно больше не нужна. А сама печка вот эта вот, мне по-любому понадобится, чтобы разогревать слитки. Так что лучше ее не выкидывать. Ну, я думаю, что здесь мы на сегодня закончим. Сейчас я вот компрессор этот подключу. Единственное, не знаю, как его подключить бы так хорошенечко. Удобненько. Зараза. Тут написано, что еще ему логику нужно придумать для включения. Попробуем, короче... Сейчас я вот это вот все выключу. Отсюда трубу снять. Надо такое разблокировать. Вот так вот. Это мы снимаем. Это мы сюда вставляем. Вот таким вот образом. И подключаем сюда компрессор. Понимаю, что я его не туда подключаю, но мне нужно хотя бы... Почему-то к нему подвод трубы идет вот такой вот, как здесь у меня насос стоит. Бронзовый. Или медный. Не знаю, что это за труба. В общем, какой-то навороченный компрессор. Походу, с этих труб ему давления не хватит, чтобы выжимать драгоценные камни. Ну, проверим сейчас. Вот у меня тут есть несколько камушков. Я в него сейчас их закину. Вот он их схавал. А, и закрылся, слушай. И закрылся. Надо было, наверное, побольше камней туда насыпать. Или как, или что. Как тебя активировать, дружочек? А, вот он открывается. Все, подожди тогда. Вот мы закидываем туда. И для этого ему нужна логика. То есть мы туда сейчас просто заправляем это все дело. А для компрессии нужно включить рубильник. Что, поэтому, походу, я поехал за рубильником. Он там, наверное, бешеных бабок стоит. Фу ты елки, я-то переживал. Все на все 84 монеты. Покупаем. 84 монеты. Зарубильник с проводами. Это уже высокие технологии. А мне за палет 450 загнули. Что-то меня все этот палет не отпускает, чертов. Подрубаем наш рубильничек. Вот. А куда это все будет выходить, интересно? Через верх как-то, или что? Включаем. Прессуется. А как долго все это будет прессоваться, интересно? А может быть, типа, вручную выключить это все? Вот мы выключаем. О! Кажись, прессовалась. Пойду взвешу. А где у меня весы? А, весы у меня там. Взвесим, сколько это дело у нас весит. Веси. Покажи нам весь. Два килограмма. Он, в принципе, и по размеру вроде больше стал, да, этот камень? Сейчас попробуем еще раз его спрессовать. С чем-нибудь другим. Вот, давай посмотрим. Вот я его рядышком вот здесь вот кину. И вот не прессовывай. Ну да, он значительно больше стал. Окей. Окей, окей. Закидываем. Еще. Есть кто-то в комментариях мне скажет, что скинь туда все подряд камни. Я скажу, я не буду этого делать. Получится такая же ерунда, как с железом и золотом. Мы это уже проходили. Так что делать не буду. А насколько я помню, зеленые камни это самые дешевые. А вот синий и красный, ой. Они подороже. Они подороже. А есть еще самый дорогой, это черный. Но он очень редкий. Так, мне кажется, что мы спрессовали. Отключаем. Нифига. Какой он здоровый стал. Хо-хо-хо. Знаешь, мне что это напоминает? Рупи Зельды. Капец, это же реально на Рупи похожи Зельды. И теперь бы с таким камушком что-нибудь прикольное замутить. Давай-ка, короче, мы сейчас драгоценность какую-нибудь сбацаем. Что мы будем делать? Кольцо? Нет, давай ожерелье. Ожерелье. Сейчас мы прям тут распилим все это дело. Похоже на то, что я пилу раскаляю, да? Распилили, отлично. И прямо отсюда горяченькие пирожочки эти кидаем сюда. Мне даже дико интересно, насколько дорого сейчас у меня получится это ожерелье. Изумруд весом 6,9 килограмм. Золотой слиток, ну, то есть цепочка 25 килограмм. А, 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 что там еще? И вот то, что держит изумруд, тоже 25 килограмм. Дружочек, я тебе тут привез очень тяжелое ожерелье. С огромным камнем. О, неплохо, неплохо. Давай бабки сюда. Благодарству. Все. Теперь можно со спокойной... Деньги вывалил. Слушай, ну, нифига себе, чуть без бабла не уехал. А что вы не суммируйтесь, бабки? Бабки не хотят суммироваться. Одна стопка бабла вытесняет другую. Давайте. О, вот это другой разговор. В общем, с собой в гномскую шахту я беру почти 3000 монет. Ну, там, может быть, 2500. Надеюсь, что этого мне хватит. Можно было бы взять с собой еще и инструменты. Но я что-то так подумал. Мне эти инструменты туда-сюда возить как-то не очень хочется. Так что для гномской шахты будут куплены отдельные инструменты. Все, прибыли. Здравствуйте. Можно я туда на квадрики спущусь? А то мне лень тащить свою попку. Давай, заезжай. Ай, чуть-чуть колесико провалилось. Оу! Ай! Ништяк. Обожаю квадроцикл. Везде проедет. А, теперь нам вон туда. Дед, отойди, пожалуйста, с дороги. Иди, скупнись. Хо-хо-хо-хо! Я деда спихнул. Надеюсь, он не сильно меня обиделся. Теперь еще, да. А, эти. Какие узенькие лесенки и проходы здесь. Хотя для гномов это огромное считается. Ну, все, я приехал. А с чего начинать-то вообще? Что делать-то тут? Я не вкуриваю даже, что тут делать. Ну, да, наковали нам пока рановато. А, да, нам нужно где-то модули приобрести и выковать себе здесь оборудование. Точно. Значит, нам в магазин сперва надо сгонять. Едем в магазин. Бабки я прикупил. Взял с собой. Бабки прикупил. Как можно бабки прикупить? Здорово, чужик. Ладно, брошу. Да не, что бросать его? Поехали вниз. Едем до последнего. Тут развернусь, думаю. Хватит места. Ну же. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Все, мы прибыли. Итак, смотрим, что тут сколько стоит. Начнем, наверное, с тира первого. Хотя можно сразу и второй заказать себе. Денег у меня должно хватить. Модель бура из сколтюма. Да. Я думаю, что... У нас же обычный железный бур. А вот это что это такое? Модель скоростного насоса из скованного железа. О, интересный какой насос. Смотри. Пипка у него снизу какая. А еще мне интересно, что означают вот эти шильдики. 300, 100, 60. Здесь 1550. И они еще по цвету как-то отличаются. Кажется, я понял. Надо 500 килограмм железных слитков и 50 золотых слитков, чтобы выковать вот эту ерундовину. Вон оно что. Теперь я понял. Ну, это будет сложно. Что я тебе хочу сказать? Глаза боятся, а руки делают. Значит, покупаем вот эту штуку. Где тут? Вот. 1320. Сколько у меня денег-то всего я взял с собой? 2,688. Должно хватить на все, я думаю. Вот так вот. 2,300. А насос сколько стоит? 454. Может и хватит-то на насос там? Чуть-чуть вот мне вот он... Черт, соточки не хватило, да? Совсем соточки не хватило. Ну ладно, вот это вот мы откинем. Вот это берем. Что поделать, если я устал ноженьками своими бегать? У меня вообще-то нет ботинок, я в носочках. Самое интересное, что мои носочки всегда белоснежные. Мне их кто-то стирает, либо они упер-пупер незаморочные. Ну, в смысле, немарочные. Ну что, ну, наверное, с бура начнем. Бур мы... Да что ж такое-то? Бур мы кладем сюда. Сюда же его? А, нет, его вниз надо положить. Вот тут-тут. Бур мы кладем сюда. Ну и теперь выходит, что нужно килограмм железа и 150 золота. Вот это я тоже тут вот оставлю. Надеюсь, гномы не свистнут отсюда. Это все дело. Поехали откапывать кучу руды. Что там, скоро лифт приедет. О, спасибо. Эй, 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 высвободите, помогите, я застрял. Нифига себе, нифига себе. Блин, я думал это будет сейчас пункт назначения мой. И моя башка останется где-то между этажами. Только не говорите мне, что мне придется сейчас ехать, это плохо сейчас кончится. Меня сейчас конкретно сожмет. О, а так меня поднимут? Сейчас проверим. Только вверх и только вперед. У меня даже колеса крутятся, а я газ не жму. Е-е-е-е. Ой, блин, ой, блин. Я окончательно застрял. Помогите! Помогите мне! За что? Почему я такой тупой? Нафига я это сделал вообще? Так, ладно. Освободите меня. О, благодарю. Как это быстро вышло. А я думал, я буду там вечно теперь кататься. Теперь, что говорится, деньги не решает. Решает труда. Может быть, мне ускорят сей процесс. Переделав все обычные трубы в бронзовые. Но это же сколько бабла нужно на это все дело. Смотрел я на эти трубы. Смотрел. У меня же вот такая вот. Это, оказывается, не бронза, а клотиум. И нашел здесь вот такую вот штуку. Датчик давления воды. Чтобы узнать, какое вообще давление у тебя в трубах. Ой, простите. Простите, я понимаю, что это нужно купить. Какое давление у меня сейчас в трубах идет? Поскольку у меня же там колтиновый насос стоит. То есть вот такой. А трубы-то обычные, железные. А если колтиновые трубы поставить, то тут, видишь, что написано? Снижает давление на 2,5%. Отрубаем вот эту трубу. Нужен молоток. Без молотка никуда. А где этот молоток, кстати? Куда я сунул молоток? А, вот он. Так, выходит, что вот эту трубу мы отсоединяем. Вот эту тоже. Возьмем отсюда Т-образный. Он нам сейчас пригодится. Потому что без него мы не сможем подключить датчик давления. Вот. Сверху сейчас его прикрутим. Опа. Датчик давления. Иди сюда. Есть. А, погоди. Так можно даже и не обязательно к Т-образным трубам. Там прям так и написано. К прямым и Т-образным трубам. Все понятно. То есть вот мы ставим. Сейчас у нас тут 177 давления. Так, а если мы это закроем, у нас из-за утечки давление маленькое. Если мы утечку устраним, так же 177. Странно, очень странно, как бы. Тогда идет ход труба из колтеума. Вот. Смотрим, какое давление будет у нее. 248. Подключаем дальше Т-образный из колтеума. Так. Тут у нас 248. Дальше у нас вот тут. 245. То есть выходит, что каждая труба из колтеума на 2,5% снижает давление. А это значит, что чем длиннейше будет труба, тем меньше будет в конце давления. То есть напор воды. Подожди, а с обычными трубами так не работает? Тут 180. А, вот что. То есть и с обычными трубами такая же ерундовина, да. Смотри-ка, а тут написано, что вот эти трубы снижают давление воды на 3%. То есть колтиновые даже лучше, чем вот эти железные. Для этого и придуманы вот эти нагнетатели. А если мы этот нагнетатель поставим, допустим, перед буром. Сейчас вот эксперимент. Здесь у нас 171. Ставим сюда нагнетатель. Открывай шлюз. Закидываем сюда вот это вот все барахлишечко. Ой, я промахнулся. Вот, закинул сюда несколько энергетических камней. Закрываем. Работает! Было 171, а теперь 177. Ну, короче, вот, выходит, что здесь у нас 177 давление заканчивается, да. Тут у нас 180. Ну, то есть, поскольку у нас нагнетатель стоит перед этой трубой, то логично, что выходить с нагнетателя будет 177, что мы и получаем. Ну, а дальше уже все уменьшается. То есть, тут уже будет не 177, а 171. В общем, что хочу сказать. Нужно переделать все на колтиновые трубы. По крайней мере, вот это давление нужно как-то довести до бура и посмотреть, насколько шустрее он будет работать. Привез еще парочку труб. Надеюсь, что мне этого хватит. Сюда идет давление. А-а-а, ясно. Где датчик давления? Сколько у нас тут? 177. Понятно. Нагнетатель, короче, не будет работать с колтиновыми трубами, потому что он из железных материалов. Это небольшое фиасточко у нас тут выходит. Это мы выкидываем, поскольку больше нам это не понадобится. С этими нагнетательными трубами есть одна проблема. Постоянно приходится после их демонтажа собирать осколки энергетические. Вставляем сюда еще трубу. И вот теперь сюда Т-образная колтиновая труба встанет. Смотрим скорость работы нашего бура. Ну же, бур. Ну как бы... Долговато, долговато он бурит. Вставляем сюда Т-образный. Сейчас. Вставляем сюда колтиновую. И смотрим. Ух ты, елки, что там происходит с ним? А-а-а! Вот тебе на. Смотри, что. К буру у нас подходит обычная железная труба. И она несовместима с колтиновой. Эх, все напрасно. Все напрасно. Но тут давление 240. Это как бы прилично. Было 177, а теперь 240. В общем, чтобы у меня все работало, мне еще и бур нужен колтиновый. Мошный. А его мы сможем выплавить только там, в Гномской пещере. А чтобы выплавить, нам понадобится огромная куча руды. Круг замкнулся. Может быть, зря я начал с Т-вторых буров. Надо было все-таки с Т-первых. В общем, ладно. Пиши свои догадки по этому поводу в комментариях. Я их обязательно почитаю. А в следующей серии мы будем эту проблему решать. Ну, а на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи!